Всем привет, уважаемые зрители и подписчики канала Микрофона ЧСВ и сегодня мы вместе с вами на этом небольшом видеоподкасте поговорим о рекламе. Да еще и о той, которая умудряется занять первые места в трендах ютуба. Да, в 2021 году может произойти и такое. Российский рэпер Маргин Штерн совместно с игрой War Thunder скоперировался и забацал целый рекламный музыкальный видеоклип на тему этой самой игры. Видос набрал более 10 миллионов просмотров и вызвал очень жаркие споры и обсуждения, особенно в комьюнити игры War Thunder. Ну и вы начали мне писать, Сань, что ты думаешь, выскажи свое мнение по поводу этой рекламы, ля-ля-ля, тра-та-та. Я не поленился, пошел, почитал, что пишут в еще всяких соцсетях туннеровских, что пишут на других каналах и понял, что нужно говорить не о самом Маргин Штерне. На самом деле пофиг тела, скорее в банальном непонимании, как работает реклама и зачем она нужна. Нужна даже в наше время у многих зрителей, пользователей интернета, какое-то слишком негативное отношение к этому всему делу. Я понимаю, реклама не всегда есть качественно, но давайте немножко поговорим, зачем она вообще нужна. Давайте возьмем, например, относительно бесплатную площадку, такую как YouTube. Здесь есть контент абсолютно для каждого. Вот у вас что-то там не получается, надо настроить микрофон. Тут сразу вам YouTube предлагает миллион видео специально обученных школьников, которые вам в этом помогут. Хотите послушать русский рэп, пожалуйста, вот Маргин Штерн. Короче, контент на любого и каждого. И самое главное, вам платить не нужно. Вы зашли, там смотрите, да, ютюбер, конечно, скажет, попросит, ой, подпишись, ой, поставь лайк. Но вы не обязательно можете это делать, раскрою вам секрет. То есть все это бесплатно. Но в этом мире никто не работает бесплатно. Кто же за это все заплатит? Кто заплатит за сервера Google? Кто заплатит этим самим блогерам? Да, ну, поначалу все работают за бесплатно, но рано или поздно мамина зарплата или бабушкина пенсия у ютюбера закончится. Ему придется уйти на завод и перестать снимать видосики, которые вам, возможно, нравятся. Так кто же ему заплатит? И как бы тут появляется такой добрый самаритянин, а имя ему рекламодатель. Рекламодатель готов взамен вашего времени, что вы посмотрите там какую-то его рекламную видео вставку, ну, или же услышите о нем, готов оплатить этот труд блогерам или же самому Google. И за счет вот этой рекламы, в принципе, вся эта схема с ютюбом и работает. Да блин, вспомните, сам ящик, само телевидение, там та же самая фигня. Куча всяких шоу, всяких фильмов, но при этом есть перерыв на рекламную паузу. Это было еще фиг знает с какого времени. Да, реклама никому не нравится, но нет рекламы, все это становится платным, и вам нужно идти и смотреть какие-то видео, прям как в кинотеатр. Многие из вас готовы платить за это? Не думаю. Поэтому реклама это вынужденная мера, и смотреть ее нужно, и без этого никак. Сама реклама бывает, ну, по крайней мере, на ютюбах, на ютюбе двух типов. Давайте, ну, так упростим, два типа. Это сама реклама, встроенная в Google, то есть рекламодатель создает рекламную кампанию, выбирает там аудиторию, которая ему интересна, и вкидывает какую-то часть денег, и у вас там либо ваше видео прерывается на другой ролик, да, который вы можете пропустить или нет, или же там появляются паннеры всякие, ну, вы поняли, это такая автоматическая реклама от Google. Она в основном самая ненапряжная, самая простая, ее можно пропустить, и она недолговременная. Самое главное, она не замаскирована под какой-то контент. Чтобы вы понимали, такая реклама, ну, это основной заработок, особенно средних, начинающих каналов. У меня за счет такой рекламы в месяц на 1 миллион просмотров получается где-то 600-500 долларов. Для кого-то это большая сумма, для кого-то, может быть, нет, но человек так устроен, что ему всегда мало, и хочется зарабатывать, естественно, больше. Кстати, чем в зависимости от страны, в зависимости от языка, на котором ты вещаешь, и от страны зрителя, да, который тебя смотрит, цена на рекламу тоже меняется. Если ты говоришь на русском, цена не очень большая, если ты говоришь на английском, и тебя смотрят американцы, тогда все по кайфу, и денег ты получаешь больше. Такая вот небольшая несправедливость, ну, как несправедливость, все же экономики странно отличаются, и цена на рекламу тоже, и самое главное, платежеспособность зрителя. Но это я уже немножко не туда. И второй тип рекламы, это когда уже сам рекламодатель напрямую связывается с блогером, и блогер уже свое видео подстраивает под рекламу, и как-то туда ее интегрирует. Яркий пример, это когда вы смотрите кого-то, и тут он такой прерывается, а чтобы видео сделать, мне помогает имба Энердж, я ее бахнул, и я на коне. Или же там, не знаю, а когда мне скучно, я играю в Raid Shadow Legends. Вот это хорошие примеры такой встроенной рекламы, когда рекламодатель выходит напрямую к блогеру, и, конечно же, ему там тоже платят какие-то денюшки, денюшки. Кстати, крупные компании напрямую, особенно у мелких блогеров, рекламу не закупают. Этим занимаются рекламные агентства, с которыми, например, тот же War Thunder заключает контракт и дает бюджет какой-то на рекламу, и эти рекламные агентства через свою базу блогеров этот бюджет уже распределяют и закупаются у них интеграциями. Напрямую связаться какая-то крупная корпорация может, ну, разве что с каким-то гигантом. Вот, к примеру, Morgenstern, он является сейчас одним из самых популярных исполнителей в России, и вполне возможно, что с ним как раз-таки разговор шел напрямую. Напрямую, Гайдзины с ним общались, а не через посредников. Но в большинстве все это происходит через посредников, через рекламные агентства. А нужно ли реально рекламодателю вкладываться в эту рекламу? Не проще ли сделать просто качественный продукт, он будет работать сам на себя? Почему я об этом говорю? Потому что видел комментарии по типу, вот, лучше бы не Morgenstern заплатили, а там какие-то баги бы починили или сделали бы графику лучше. Но дело в том, что сейчас даже качественный продукт, он на фоне вот этой массовости и глобализации, он может затеряться. Очень много конкурентов, особенно в плане игр, ну, вообще, абсолютно на любой вкус существуют проекты, и даже хорошая игра может без достаточной рекламной кампании провалиться. Такое случается и в случае кино. Плохо вложились в рекламу, о фильме никто не узнал, его никто не посмотрел, провал, он не окупился. Так и с играми. Сейчас, если вы хотите, чтобы ваши проекты играли, нужно их рекламировать. Сама по себе реклама, ну, уже так не работает. Это когда-то, когда проектов было не так много, сами люди рекламировали проекты и рекомендовали их своим друзьям. Сейчас же нужно вкладываться просто максимально, максимально в рекламу и продвижение. И очень часто на разработку самого продукта или же какого-то проекта вкладывается чуть меньше денег, чем его пиар. И таковы современные реалии. Без этого никак. Если War Thunder не будет рекламироваться со всех щелей, то кто-то будет рекламировать свой проект вместо него, и люди пойдут именно туда. Таковы реалии, ребят. И как ты не делай, не исправляй какие-то ошибки, не улучшай War Thunder без рекламы, без покупки интеграции и без Моргенштернов. Рано или поздно онлайн упадет, и люди перетекут туда, где реклама была более агрессивной. Насчет самого Моргенштерна. Очень спорный как личность, так и исполнитель. В основном из-за своих выходок и, конечно же, своеобразных текстов, которые подвергаются критике, особенно от более старшего поколения. Вот, к примеру, недавно бойцы ММА российские ополчились на Моргенштерна и попытались его вообще запретить у себя в стране, потому что он, по их мнению, подает плохой пример подрастающему поколению. Ну а в Украине, вот вчера или сегодня, так вообще Моргенштерна, кстати, запретили. Вот такие вот дела. Так вот, к чему я клоню? Насколько ли это вообще адекватно, заказывать рекламу от своей игры со стороны Gaijin Entertainment у такого неоднозначного, спорного и скандального рэп-исполнителя, как Моргенштерн? Если смотреть со стороны бизнеса, то, мне кажется, вот эти 5-20 миллионов, которые они вкинули в эту рекламу, они окупятся. Потому что у Моргенштерна плюс-минус одинаковая с игрой War Thunder целевая аудитория. То есть, абсолютно практически каждый, кто слушает Моргенштерна, играет в видеоигры или о них слышал и, вполне возможно, скачает игру War Thunder и останется там навсегда. Ну, а если послушать вообще текст этой песни, которая называется, кстати, Дула, вникнуть в нее, то вы поймете, что это, наверное, один из самых лайтовых треков, которые вообще есть у Моргенштерна. Никаких упоминаний наркоты, никаких там, не знаю, женщин легкого поведения. Два мата, которые были использованы, и то были применены по отношению к самому Моргенштерну. Так что, не знаю, еще несколько интеграций с War Thunder и Моргенштерн, возможно, начнет петь о великом подвиге дедов. Ну, получается, что Кэджин Энтертеймент даже исправляет Моргенштерна, что не получалось сделать у российских ММА бойцов, получилось у улиток. Такие дела. Так что, ребят, заказывайте рекламу Моргенштерна. Если хотите бороться с его неподобающим образом жизни, то попробуйте его исправить таким образом. Это, конечно, шутка, но факт остается фактом. По сути, ничего плохого в этом треке не было. Реально, это один из лучших по смысловому наполнению, если можно так назвать. Треков Моргенштерна вообще за всю его историю. Ну, а виновата ли сама улитка, что нынешнее современное поколение готово слушать и реально ему нравятся такие песни, такие треки? Моргенштерн является одним из самых популярных среди молодой аудитории рэп-исполнителей. Мне кажется, нет. Скорее всего, вина самого общества, родителей этих детей. Потому что Моргенштерн скорее является лишь побочкой современного общества, а не причиной каких-то бед и проблем. А знаете, что еще забавно в этой ситуации? Что деньги немножечко успокаивают гонор бунтарей и заставляют их выговаривать слова в своих песнях немножечко, да четче. А их аудитории, в принципе, вообще плевать на текст песни. Главное, чтобы качало и вот уже трек в топе на первом месте. Ну, вот, собственно, и все мое мнение по поводу рекламной интеграции War Thunder в клипе Моргенштерна. Также я рассказал вам о самой рекламе. Возможно, даже кто-то для себя вынес что-то полезное. Не забудьте, конечно же, прожать лайк, если видео вам понравилось. Приходите еще. Всем удачи и пока-пока.